Человечество спасут губки. Уральские ученые начали разрабатывать лекарства от опасных болезней. Коронавирус и ВИЧ, по их мнению, смогут победить морские животные. Подробнее Николай Свердлов. Это открытие нельзя назвать случайным. О способности морских губок защищаться от вирусов, грибов и бактерий ученые знали давно. Но изучать свойства животных в борьбе с инфекциями начали только сейчас. Оказалось, что животные еще вырабатывают и специальные вещества, которые обладают сильным бактерицидным эффектом и подавляют размножение вирусов. Противовирусные вещества, так называемые бромтирозины, морская губка производит естественно. Но их критически мало для создания препаратов в промышленном масштабе. Поэтому задача уральских ученых совместно с коллегами из Германии синтезировать эти вещества. Изначально была идея брать самим губки, то есть выращивать их где-то, создавать какую-то мини-ферму. Но сейчас мы пришли к выводу, что гораздо более рентабельным будет сам синтез. Раз вещества известные, то губки нам уже тут как бы не нужны. То есть у нас есть формулы, у нас есть методики. Пока ученые смогли синтезировать всего 10 граммов вещества. Но этого достаточно, чтобы начать доклинические исследования. За год лаборанты смогут добыть еще килограмм ценного материала. Наша миссия закончится на выделении этого материала, изучении его на клеточном уровне. Дальше уже работа с вирусами потребует привлечения других специалистов, других средств. Дальше можно изучать действия вещества на искусственно выращенных клеточных культурах с использованием модели вирусов. Потом смотреть реакцию на препарат у животных и, наконец, человека. Мы выращиваем здесь клетки, на которых в дальнейшем должны тестироваться действия препарата. Мы выращиваем как опухолевые клетки, так и, скажем так, нормальные первичные культуры клеток. На выпуск самого противовирусного препарата, который можно было бы использовать для антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ или даже коронавирусной инфекцией, ученые планируют выйти уже через два года. Николай Свердлов, Новости Первоуральск.